Всем доброго времени суток, меня зовут Гораныч, это 46 часть видео прохождения игры Ведьмак 2, убийца королей. Так, ну вот, видите, бобровая шапка, которую дал нам заявик. Пу-бум-пум, потерянные агницы. Так вот, еще один тут загадочный торговец есть, таинственный блин, интересно, честно, в нем таинственного. Вот у него есть неплохое оружие и доспех. Плюс еще, вот видите, у него тут улучшение для мяча. Все дорого достаточно стоит. Неплохая руна. Ну, походу, мне не скидку хорошую дали. Так вот, доспехи из Банярд. Плюс 16, здоровые плюс 40. Ну, как его знает, у меня тоже неплохие. Ну вот, блин, крепкий меч с голубой метеоритной рудой. С неплохим уроном. Это все серебряные мечи. Так что они, как бы... Ну, лучше вот я куплю отравленную зериканскую саблю. У нее урон. Плюс отравление. Плюс еще слоты. Три слота для усиления. Так, ну, стоит она достаточно недурно. Наверное, мне нужно просто взять, сбегать к краснолюду, у которого у меня хранится всякое добро. И тупо продать. Так, посмотри, дождь, и вот нам говорят, что электричество наносит больше урона. Это все, конечно, здорово и благородно. Так вот, давайте возьмем штаны, заспехи, перчатки. Ну, все, что нибудь. И мы сразу оказываемся перегружены. Идем медленно, медленно. Интересно, что он такой таинственный. Все-таки, может, что-то в дальнейшем мы выясним, что он такой таинственный, блин. Так, Мич Скайр Морхина тоже продадим, ну нафиг. Ну, он цену небольшую предлагает. Ну, а что сделаешь? Так, ну вот, у меня вроде бы есть деньги, чтобы купить отравленную зеликанскую саблю. Так, мы купили, денег осталось мало. Так, больше ничего нет. Давайте вооружимся отравленной зеликанской саблей. Ну, и навесим на нее все, что можно, что у меня там есть. Так, ну вот, урона земли, урона луны. Урона луны и урона земли, наверное, да? Ну, вот, у нас снижение урона при блоках. Там проливали и всякое остальное. Мы снижем в пилоте, наверное, мы снижем в палатке. И главную стену, классную, будь у нас снижение. Разговорчик у них, конечно, в палатке. Офигеть. Так, ну вот лагерь синих полосок. Вот золота нахивая стоим. Давайте мы поболтаем. Вот это разговор будет. Офигеть. Мерут из всех персонажей, он больше не опомнирует, койбыш. красавчик ты крутишься то тут то там может слышал что-нибудь об убийце королей я слыхал от того что его башка может разлучиться по моему убийца где-то в ущельях подходящее место для таких как он я все время думаю на кой тебе сдался этот убийца что ты из-за него шею подставлять давайте ответим по-другому скажу что потому что я не виной добрый умные это знают о глупых ты не слушай пока лето на свободе меня всегда подозревать невиновность можно доказать представив виновного не иначе что ты сделаешь когда его достанет когда узнаю правду там видно будет компания верно на его людей тебе было поспокойнее лагере хенсельта солдат не смотрит на меня как на протухший окорок думают что ты шпион совсем рядом мои побратимы уже точат топоры только и ждут пока мгла рассеется чтобы затупить их а каидвенские загривки а я что отдохнул немного после корабля не напоминай мне про эти качели у меня от одной мысли о них кому горло подкатывать так шел бы пешком знал бы что меня четыре дня будет так швырять так бы и сделал а если вы мне сказали что я три раза в день буду жрать соленую рыбу сам бы себя молотом пришить и целыми днями сидишь в лагере раше сдружился с ним сдружился но бесит он меня поменьше или он изменился или я привык или и то и другое а может и так потом в лагере раше есть и другие плюсы его люди меньше передергивают в карты но если дело в этом то в лагере хенсельта есть бордель сравнил тоже сиськи этих потасков с богатством бьянки и потом те купить можно а на эти только смотреть до облизываться давайте в белку попал за раствор бенка как дела у синих полосок как всегда расслабляться не приходится ты думаешь хенсельт может стоять за покушениями почему нет речь же идет о долине понтера тимере к идвен и айдирн грызутся десятилетиями только теперь не в тимере не в айдирне не горели нет хенсельт может воспользоваться смертью фольтеста и димовенда это правда но подсылать наемных убийц не в его стиле пожалуй королька едвена любит воевать по-настоящему достаточно посмотреть что творится вокруг но может на это и расчет когда из кладовки пропадает сыр никто не станет винить кота мы потеряли след мы сюда не просто так пришли если нет следов убийцы где-то рядом я вижу два варианта хенсельт сам их на нем или он станет следующей целью это мы скоро узнаем хенсельт считает что с лету возьмет вергин регулярная армия всегда побеждает ополченцев я это знаю хенсельт это знает непонятно только о чем думает саске может она скорее умрет чем сдастся или хенсельта ждет сюрприз все может быть хенсельт тоже своих планов не раскрывает тогда почему вы не встали в лагере каэдвенцев чем ближе к источнику тем вернее слухи хенсельт нам не доверяет и я могу его понять если бы не могла мы бы отошли еще дальше к югу так и теперь нам нужно выполнить квест против синих полоску называется это выдержать спарринг с лучшими кулачными бойцами спецподразделения надо пройти чуть дальше они тут на берегу жарится закрывай без зубов же останешься кого я вижу того кто беспокоится о мыши кстати говорят сами как они очень зрелищная драка будем занимаемся не понравилось ну как говорится терпение и труд все перетрут давай свое мастерство в этом нет почему бы и нет желающие я попробую куплю и посмотрим так ли ты можешь умыть клавишу в любом порядке и много покажи чем у тебя мой друг верно научил разойтись дайте место никто и момент опс но это не самый зрелищная драка было у нас в загашнике еще почему бы им предложила вещи есть ну покажи чем у тебя мой друг верно ну порой с момента разойтись дайте место все время ударов грудь и пинок подзыв бедный силу добивало было то еще молодой еще еще научиться у нас в загашнике еще кое-чего а ты-то как почему бы и нет желающие есть ты значит всех чудищ в округе перебил как ты следующего парк странно как она у тебя на ногах ты держится опять же произведите не услужу чинков швыряет может со мной по мудраку будет по зрелищу ну покажи на что ты способен мой полосатый на мол полосатый друг а а а а а а а ты выиграл меня будто конь легнул стоило получить от тебя по морде ведьмак глядишь научусь чему тебе полагается кое-что на память мне не нужна плата это не плата а благодарность давно бы по свету болтаемся разных железяк у нас предостаточно подыщи себе что-нибудь возьми пускай тебе служит до скорого свидания ведьмак не так быстро как это спина и геономия харибли вмешивается будь патрульевский солдафон ну почему бы мы можем вот так вот это как понимать мать вашу вмешиваются 10 из дорог и сейчас в наряд пойдет отправляют у меня столовой будешь драйв гулы жопы драйв столовую солдата который на нас потянули вот еще чувствовали кучу чем квадратных монет все равно ничего не найдешь потерять можешь вот еще любопробучный крест будь здоров называется он старые счеты у нас продолжится уже в третьей главе все еще хочешь развлечься всему свое время пока развлекайтесь принципе на этом 46 часть виде прохождения заканчивается всем спасибо за просмотр пока и и Продолжение следует... Продолжение следует...